Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего разговора — мотивация. Что же это такое? Мотивация — это условие, это желание достигать какого-то успеха, какой-то цели. Дело всё в том, что мотивации в разных возрастах бывает разное. Мы все разные. И естественно, что наши желания, наши возможности и наши целеполагания у всех разные. Давайте коснёмся детей. Иногда родители задают вопросы, даже не иногда, а чаще всего задают вопросы, как же смотивировать ребёнка на учёбу. Если ваш ребёнок учится с 1 по 4 класс, то, конечно, только своим примером вы можете смотивировать его на успешную учёбу. Каким образом? Своим поведением, своим общением и целеполаганием. То есть вы ставите перед ребёнком цель, вы показываете и заинтересовываете его в каких-то действиях, которые могут привести к успеху. Ну, например, если у вас в классе ребёнок чувствует себя комфортно, чувствует себя раскованно, раскрепощённо, значит, ставьте ему задачу заинтересовать своих одноклассников, быть лучшим в каком-то предмете, доучить что-то, дополнить свои знания и ответить на какие-то вопросы по какому-то предмету гораздо шире, гораздо объёмнее. И тогда ваш ребёнок почувствует значимость в этом коллективе и своё непревосходство никоим образом, просто свою в большей степени заинтересованность в этом предмете. Если ребёнок занимается спортом, то, конечно, здесь нужно подключить кумиров, здесь нужно подключить тренера и показывать, каких успехов достиг ваш тренер, чего хочешь ты. Уже в этом возрасте ребёнок способен ставить цели и идти к ним. Но для того, чтобы достичь цели, нужно выполнить то или иное задание. Чтобы достичь этой цели, и самое главное, чтобы ребёнку было сказано, когда мы достигнем этой цели, мы пойдём дальше. То есть не ограничивать ребёнка какой-то определённой одной целью. Мы раскрываем ему дальше возможность идти и развиваться. И ещё совет вам, родители, обязательно наблюдайте за своими детками, к чему стремится ваш ребёнок. И именно в этой области проявляйте как можно больше интереса. Задавайте ему вопросы. Пусть это будут беседы за ужином, но обязательно расширяйте его интересы. Не обязательно, чтобы это ограничивалось интернетом. Не обязательно, чтобы это ограничивалось какими-то книгами, которые изучаются в школе. Если ваш ребёнок заинтересован, например, какими-то природными ресурсами, выведите его на природу. У нас замечательный город, у нас замечательные ресурсы. Покажите то, чего он ещё не знает. То есть в нём нужно развить, выявить тот интерес, который потом принесёт свои результаты. Он будет очень рад и доволен каким-то открытием, каким-то совершенно новым знанием, которые даёт ему родитель. Это очень важно. Вот таким образом мы и покажем ребёнку путь к успешности, смотивируем его на дальнейшую деятельность, на дальнейшую хорошую учёбу. Обязательно, когда ваш сын или дочь получает оценку хорошую, пусть она будет даже тройка, но он достойный этой тройки, твёрдая такая, достойная, похвалите его. Не забывайте хвалить ребёнка за какую-то хорошую деятельность. Говорите о том, что бездействие губит нас. А если ты будешь действовать, если ты будешь кропотливо изучать, запоминать, говорить, то ты достигнешь определённого результата. Если это касается детей среднего возраста, это 5-й, 8-й класс, то здесь к нам на подмогу выходят друзья. Подружитесь с друзьями, с окружением вашего ребёнка. Обязательно ставьте акцент на то, что в этом возрасте очень важен для ребёнка режим дня. Собственно, как и в младшем школьном возрасте, так и в среднем переходный возраст начинается, поэтому очень важно соблюдать режим дня, чтобы вовремя ребёнок отдохнул, чтобы вовремя он сделал дополнительные какие-то задания, чтобы была возможность у него физически заниматься, чтобы была возможность у него время проводить самостоятельно для своего самообразования и для своего свободного времени. То есть нужно выделять обязательно в этом периоде суток, обязательно время, временной диапазон для него самого, для себя самого. Что в это время вкладывает ваш ребёнок, это его дело. Дайте ему больше самостоятельности, но доверяйте, но контролируйте. Обязательно нужно знать, с кем ваш ребёнок разговаривает, встречается, общается. Было бы неплохо, если бы вы хотя бы два раза в неделю приглашали друзей вашего подростка к себе в гости, чтобы вы спокойно и планово разговаривали, общались, знакомились, чтобы вы смотрели, как ведут себя его друзья. Это очень важно. И ещё, ваш ребёнок в этом возрасте, конечно, будет проявлять своё «я». Не нужно его унижать, это первое правило. Выслушайте его побольше в этом возрасте, нужно побольше слушать, нужно побольше общаться и стать именно в этот период другом своего подрастающего сына или дочери. Как раз именно в этом возрасте начинаются те вопросы, которые нельзя замалчивать. Нужно отвечать на эти вопросы. Но это тема другого нашего с вами разговора. А мы продолжаем дальше. Если взять следующий возраст, 9-11 класс, как же их замотивировать на успешную сдачу экзаменов, на поступление? В этом случае, опять же, на первый план выступает общение с вашими детьми. Ставьте перед ним большие задачи, чтобы подойти к поступлению в ВУЗ, чтобы подойти к успешной сдаче экзаменов. Вы с самого первого сентября, даже с августа, готовьте своего ребёнка к тому, что он будет сдавать экзамены, что это будет успешная сдача. Не обязательно, не нужно ни в коем случае запугивать ребёнка. Нужно просто рассказывать ему, что те знания, тот багаж знаний, которые ты получил, ты, естественно, ими воспользуешься. Но для того, чтобы дальше твоя жизнь была успешной, дальше, чтобы ты пользовался каким-то авторитетом у своих сверстников, чтобы получить какой-то результат, чтобы стать лидером, к примеру, чтобы стать хорошим руководителем, хорошим специалистом в какой-то области, нужны определённые знания и нужны цели. И вот именно к этой цели мы идём уже уверенно взрослыми шагами. Родители, опять же, должны стать примером для своих детей. Только своей поведенческой линией мы можем показать, насколько мы успешны, насколько мы любим свою работу. Здесь очень много факторов. Наши дети уже взрослые. Им не просто сказать, что ты получишь пятёрочку, и я тебе там сходим, пойдём прогуляемся. Нет, они уже более опытные, более грамотные. Они ждут от вас наиболее грамотных решений, наиболее откровенных разговоров. Поэтому в этом случае детей нужно готовить к тому, ваших взрослых уже детей, к тому, что он будет делать дальше. И зачем это ему нужно? Обязательно к этой цепочке нужно прикалывать ещё несколько вопросов и разбираться до сути, до самого конца. Если ваш ребёнок задаёт вам вопросы, постарайтесь предельно откровенно ответить на эти вопросы. Бывает так, что ребёнок спрашивает, «Мама, а зачем я буду учиться? А зачем мне поступать в ВУЗ? А зачем я буду какие-то прилагать усилия к этому?» Отвечайте на эти вопросы предельно откровенно. Это нужно для того, чтобы и раскручивать эту тему до конца, со своей позиции. Если же вас что-то не устраивает именно в вашей работе, если ребёнок вас видит постоянно уставший, постоянно раздражённый, постоянно сидящий в трубке телефона и говорящий негативные вещи, то ничего положительного не выйдет. Ребёнок повторяет вашу поведенческую линию. В этом возрасте нужно постараться сделать так, чтобы к этому возрасту ребёнок уже понимает, куда он пойдёт учиться, кем он хочет стать. И здесь нужно обязательно обрисовать всю картину будущей профессии, все проговорить минусы, все проговорить плюсы, чтобы не было для него открытием, что когда он пойдёт, допустим, работать в магазин, его сразу не поставят директором магазина. Для этого нужно трудиться, для этого нужно узнать всю структуру подразделения. Для того, чтобы стать, допустим, руководителем отдела, то же самое нужно начинать с самого малого. Но здесь не нужно принижать амбиции вашего ребёнка, нужно его поддерживать в этих начинаниях. Нужно всячески говорить о том, что да, у тебя получится, да, ты сможешь. Но ещё раз оговорюсь, нужно обязательно соотносить данные вашего ребёнка. Кто, как не вы, знает об этом и оценивает? Я желаю вам мотивации во всём, во всех делах, во всех начинаниях. Я желаю вам позитивного мышления. Я желаю вам достижения целей. Я желаю, чтобы все цели, которые вы ставите перед собой, они были достигнуты. Спасибо за внимание.